Итак, значит, всем привет! Добро пожаловать на тест-драйв Hyundai, да? А вот угадайте-ка сейчас, в какой машине интересно мы сидим? Наверное, не все угадали, а если вы угадали, значит вы являетесь большим поклонником Hyundai Потому что у всех Hyundai в последнее время, как бы, внутренний вид панели очень одинаковый Но, несмотря на это, я считаю, что это один из самых образцовых салонов вообще компоновки приборов В своем классе, да? То есть это ярко выраженный у нас такой красивый корейский дизайн И, значит, все под рукой, основная крутилка в центре, вот все лаконично Вот, на мой взгляд, по качеству пока рано говорить Но вот по дизайну, по передней панели, я считаю, что Hyundai один из лидеров именно по дизайну перед передней панели Так, значит, мы, естественно, сейчас находимся в автомобиле i30 Вот, у нас комплектация Optima 1.6, да? Совершенно 1.6 на автомате Вот, значит, минимальная цена данного автомобиля, значит, в комплектации В базе 1.4 она стоит 650 тысяч, максималка там ближе к 900, да? 909 Да, 909 Двигатели, в принципе, везде одинаковые, да? 1.6? В базе 1.4 100 лошадиных сил, там максималки 1.6 везде Так, значит, начинаем двигатель мне, то есть данный автомобиль был мне давно интересен, поэтому хотел я его... Что у нас горит? Высказательный знак с тормозами... А, это ручник, да? Понял, понял Так, значит, начинаем ехать, сразу могу ответить, очень легкие роли электроусилителя, как понимаю, здесь, да? А в парковочном режиме автомобиль очень легкие роли и вибрации вообще нет никакой, просто замечательное рулевое управление Ну, постепенно наливает стяжесть при... Ну, да, и адаптивный Достаточно автомобиль, значит, объемный, у нас такая объемная передняя панель уходит далеко вперед Естественно, открывает нам хороший угол обзора, что спереди, что сзади, у нас большие зеркала Габариты мы чувствуем, замки сейчас закрылись На скорости 10 км в час, автоматически закрывается С 10 км в час, да, закрывается? То есть, поехал 10, уже из машины не выйдет Так, шестиступенчатый автомат у нас, не робот Типтроник, да? Типтроник Возможно, абсолютно переключать Да, мы обязательно попробуем Включаем фары Почему-то, машина, наверное, мыль не дана, да, тормоза скрипит? Поскрипывает немножко Это бывает Так, давайте сначала с тобой определим основных конкурентов АИК-30 Вот, на твой взгляд, какие вот по опыту твоего продаж? Ну, ближайший непосредственно к плывет, это Киа Сид Однозначно Ну, новый сейчас вышел, как Тойота Аурис В принципе, и в одном циновом сегменте находится 308-я бежо Совершенно верно Мазда 3 В принципе, по своим городом Форд Форд, фокус Да, ну, класс достаточно такой обширный Конкуренция в нем высокая в этом классе Вот, тем более, сейчас с Сид выпустил, значит Да Я думаю, основные параметры для выигрыша в этом классе Нужен, в принципе, просторный салон Породочная внешность, да, и качество материалов внутри Транспортировка салона, именно по багажному отсеку И просторность за рулем Вот, такие, как, характеристики сейчас Прежде всего, конечно, проверим, как она едет в улицу Вот, автомат, как подкладывает, видите Мы сейчас на климате едем, да? Мы сейчас едем Да Здесь медиационер В принципе, едем 100 км, что я скорость не чувствую Такая легкая дуга у нас Естественно, кренов мы не видим А то вдруг штрафы платить-то будет Который вес, кошмар Потом оправдывается, что это такое Так, значит, продолжаем движение Достаточно легкий руль Даже, несмотря на то, что он налился Но машина очень легко управляется Чуть-чуть заметные крены Напомню, что автомобиль, в принципе, она Взовта на базе Elantra и платформы, да И по сравнению с прошлым Ай-30, да? То есть он, в принципе, отличается Только платформа в основном та же Колею немножко увеличили перед и завтра В принципе, то-то, то-то машина не отличалась Какой-то супер там Острыми повадками руля, да? И немножко она была валкой Сейчас мы будем проходить кольцо И посмотрим, как она... Ну, судя по тому, что колею увеличили По теории она должна лучше держать дорогу Так как здесь стоят не самые маленькие колеса Да, у нас... Ну, от Нюши, то есть 15-й размер сейчас В данном исполнении 15-й 15-й, это, конечно, средний размер Вот, значит, что касается автомата То, что рычаг в кожаном чехле Это уже хорошо, да? То есть мы не бьем селектором По переключениям, что дешевый звук такой Здесь у нас, в принципе, он в чехле Все удобно достаточно Ну, то есть положение типтроника немножко изменили То есть, не как у обычного Против троника в болезнинке То есть вперед-назад С личным леником А, достаточно хорошая шумоизоляция В принципе, мы двигатель не слышим Хотя сейчас 3500 оборотов было достаточно интересно Очень хорошо Как бы, вот это хороший показатель Потому что особо двигатель-то и не породистый 1.6, зачем слышать его там Звук настроен Вот, а очень четкие тормоза Сейчас едем в плотном потоке Дозирую, очень легко педаль На машине еду в первом жизни Все понятно, аккуратно В принципе Пока достаточно автомобиль себя хорошо ведет Кольцо, конечно, рисковато не проедем Тут у нас такой достаточно серьезный поток Сейчас мы немножко слышим Есть небольшой крен Сейчас придется нам сделать два круга, конечно Лишает здесь Крен присутствует Но не критичный Не критичный Уверен держит дугу То есть, есть обратная связь руля То есть, немножко Мы сейчас, например, руль отпустим Он сам вывернет машину То есть, в принципе, все адекватно Очень не напольная педаль газа Достаточно приятно дозирует усилия Вот Пока ярко выраженных недостатков В принципе, нет Естественно, допустимая валкость есть Но можно Я думаю, все может измениться При правильной установке резины Естественно, у нас какая-нибудь Скулха стоит, да, дешевая Танкоп А? Танкоп А, ну понятно Тоже не самая хорошая резина Вот И давление, если поднять Так, значит Чтобы нам привести селектор в плюс-минус То есть, мы сейчас перевели В ручной режим, правильно? У нас пятая Правая, да? Да, у нас пятая передача сейчас Тут все видно, в принципе, да Попробуем четвертую перевести Поднимаемся в горку Вот Хорошая шумоизоляция Действительно для этого класса Вот Уже сейчас двигается В принципе, перевед 4000 оборотов Переключаем пятую передачу Безшумно переключается Без рывков Автомат, я считаю Для этого класса автомобиль Один из лучших в классе Очень бесшумно Машина с вами Есть еле заметные Шумы ветра Ревок Незакрытые Чуть-чуть А и динамика Достаточно хорошая У автомобиля Там рекордные показатели Уверенно держат прямую Действительно, со скоростью Вот 120 едем Машина наливается В руль такой упругостью Но все равно Это не сказывается на управлении Всегда Главные отвлеки на руле И в принципе готовы К резким перестройкам Так, сейчас у нас Значит, третья Мы включаем Вторую Вторая передача У нас Первая передача Еще бы с руля Была бы возможность Переключать Приписковое переключение, да? Да Хотя сейчас Почему? Некоторые бренды балуют Такую опцию У себя на По-моему На цити Если я не ошибаюсь Ой, не на цити На цират Если я не ошибаюсь Ну на i40 Модель новая Которая вышла у нас Она подороже Взвезд Вот Выкручиваем Переключаем Хорошо И мотор держит Как бы прямую То есть Передачу Не переключает То есть Сейчас я еду Четыре тысячи оборотов В обычном режиме Он уже переключил В принципе А здесь мы всегда готовы К острым обгоном Мне в принципе Очень нравится Пятая передача Очень интересный Сбалансированный автомобиль Вот Вот пока Действительно Хочу придраться Ярких каких-то недостатков Сложно отметить Вот По посадке У нас хорошая обзорность Низкая оконная линия Мы все видим Да Я считаю Что в принципе По ходовым качествам Да Был бы он немножко жестче Эта машина Да В поворотах Мы бы больше чувствовали Неровность дороги И стыки Она бы в любом Отбивала Все это А так В принципе Положительное мнение Достаточно Но я думаю В этом классе Реально остались Очень серьезные игроки Нужно реально Прям сравнивать Садиться Потому что вот так вот Придраться Пока реально Не к чему И бесшумный автомат Да То есть Не сравниться с роботом От Volkswagen На DSG Дергано То есть по надежности По качеству Да Качество, надежность И дерганность Здесь вообще не присутствует Я не замечаю Да Когда переключаются Хороший очень автомат Вот По дизайну Я могу Ну вот мне Например Я заявлять Ничего не хочу Но я считаю Что это один из самых Удачных дизайнов В классе Например Здесь есть Ford Есть Mazda Троечка Да Но вот это вот Блок фары Мне кажется Расположено Наиболее удачно Потому что Она не слишком узкая Как в троечке Да В Mazda Не слишком размашистая Подчеркивает Плавные линии Автомобиля Очень красиво смотрится Вот В принципе Спутать с тройкой Точно нельзя Потому что Вот это Такая пасть Большая Воздухозаборника Агрессивный И в общем Как бы Очень все складно Да То есть Сейчас покажу Потому что Посвечивается Зона поворота Да? Фары что ли? Да В каком смысле Фарами? Так Давайте А А Ну понятно То есть Ты выворачиваешь Ну-ка еще раз Ты выворачиваешь И зону поворота Подстрою Смотри Интересно Давай еще раз Вывернули Давай еще И сейчас Еще Да Смотри Зона поворота Подсвечивается Хорошая очень опция Не знаю Есть ли такие На других автомобилях Но в принципе Очень хорошо А Что касается Вообще Общего профиля Автомобиля Да Тоже достаточно Агрессивной линии Но Немножко портит Картину Значит Вот эти штамповки Но на 16 колесах Автомобиль Очень так Он такой взбитый Вот мускулистый Вот такой Вот есть дизайн Такой Очень мне нравится В этом классе Я считаю Один из лидеров Peugeot Она какая-то Размытая 308 А он То есть Вот И самая сильная Значит Сторона Это очень Красивый зад То есть У тройки Он совсем уже Никуда не годится Да Потому что у него Тут вот эта Стойка мешает У фокуса Я считаю Он просто Отвратительный Потому что Вот эта фара Все портит А здесь Прям очень Все лаконично Очень хорошо Действительно Дизайн Конечно Здесь Сильная сторона Автомобиля Ну Вот так На колеса Не обращайте Внимание Вот Представляете Представляете Что здесь 17 колеса Вот так Красиво Она смотрится Ну Вот эти колеса Порсят Конечно Так Значит Давайте Сядем в салон Двери Достаточно Открываются Легко В принципе Непринужденно С таким Приятным Хлопком Значит Ну Шумоизоляция Есть Не пустая Дверь Это уже Хорошо Так Значит По салону Еще раз Посмотрю Что Хорошая Панель У нас Приборы У нас Такие Значит С С Алюминиевой Окантовкой Как правильно Это Пластик Вот Пластик Дубоватый Ну Естественно Здесь На панели Мяки Но Да Вот эти Зоны Где мы Не трогаем Он Сэкономили Здесь Он Помягче Поэтому Может Не так Сильно Скрип И Здесь Делал Джету Вот Вот Здесь У нее Был Отвратительный Жесткий Пластик Вот Здесь Он Мягкий То есть Мы Видим Мягкую Структуру Вот Значит В принципе Все тут Понятно Достаточно Информационные Значит У нас Приборы Все Очень Понятно Ясно Слева У нас Тахометр Справа Спидометр А между Ними Информация По Бортовому Компьютеру Расходу Селектор Передач Например Отключаем Отключаем Отключается Она Правильно Значит У нас Круиз Контроль Есть Круиз Нет Круиз Нет Круиз Кондиционер Кондиционер Подогрев Сидений Подложение Да Вот Это Подогрев Чего Это Обдув Лобовую Сидень А Ну Понятно Как Как Лобоуха Вот Ну Айпод Аукс USB Для 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 Флешки В принципе Ну Для Молодежи Нацелена На активную Мне кажется Такую Молодежь Она Очень Круто Смотрится Автомат Действительно Хороший Я считаю Один Из самых Лучших В классе Среди Гидромеханических Автоматов Ручной Режим Достаточно Ручной Тормоз Вот В принципе Претензий Вообще По эргономике Быть не может Вот Легкий Очень Руль 2.8 Оборота От 1 До Крайнего Положения Вот В принципе Парковаться Будет легко Парктроников Здесь нет В этой Комплектации Да Ну Честно Вот Я сколько Езжу Ни разу Я на парктронике Никак Не обращал Внимание Даже С счетом Там Есть Задняя Камера Там 8 Камер Никогда Всегда По зеркалам Не до Так Давайте Сами за собой Попробуем Сесть Так Сажусь Сам за собой Впритык Колени Упираются У меня В пластиковую Такую Крышку Заднюю Вот В прямом Росте 182 см У меня Остается Большой запас Ну да Я сам за собой Тоже Помещаюсь Подлокотник Будет Вот Значит Здесь Места Тоже Достаточно Много Единственное Подлокотника Нет заднего Да Подлокотника Нету Вот Ну здесь Электросер Стеклоподъемники Расположены В принципе Все понятно Места Хватает Но Не лидер В классе Для задних Пассажиров Конечно Крыша Нормально Давайте Откроем Капот Скажи пожалуйста Почему Амортизаторы Перестали Стоять На машине Вот Все На подножках Эти держатся Так Раньше Но Сейчас Даже На автомобилях В принципе Которые Идут Премиум Класс У меня Двенашка Есть Вторая Тоже Премиум Класс Так Значит В принципе Здесь чудес Под капотом Никаких нет Обычный Атмосферник Четырехсилиндровочный Оттеклапановый 1,6 литра 130 лошадей Вот В принципе Ничего интересного Здесь нет Давай закрываем Так Откроем Багажник Багажник В принципе Один из Таких Серьезных Ритерик В этом Классе Давайте Мы его Посмотрим Тоже Так 380 Да 380 Литров Полноразмерная Запаска По-моему Да Так Как у нас Откидывается Заднее сидение Просто Вот За этим Ниже Сленочка То есть Сначала Откидывается Нижний Так А Вот он Уходит Подчас Подожди Сейчас Это как Силье Он Откидывается Да Сейчас Здесь вот Лямка У нас Вниз А вниз Сам попробую Чего-то Умняется Одной рукой Не очень Удобно Так Она уходит Вперед А это А это Склад А это Не уходит Из-за того Что у нас Подожди Здесь Сейчас Подвинем Вот У нас В принципе Образуется Ровный пол Абсолютно И задний Стень Естественно Так же Складывается Вот В случае Дождя Даже Как-то Можно Здесь Укрыться Ну Два Метра Наверное Здесь Получается Расстояние Ну Метр 95 Так Значит Какие Можно сделать Выводы Про этот Автомобиль Очень Хороший Хэтчбэк Сбалансированный Да То есть Корейцы Наступают По всем Фронтам Немцы Уже Это Чувствуют Вот Обязательно Нужно Сделать Сделаем Мы Сравнительный Тест Драйв Мы возьмем Астру Гольф Круз Наверное Возьмем Да То есть Возьмем Мой Новый Сид И прям Сделаем Массовый Тест Но Пока Я считаю Что Ай30 Один из Лидеров В рынке Это Плавный Автомат Хороший Адекватный Такой Двигатель Не Азартный Естественно Но В принципе Его хватает Вот Управляемость В меру Достаточно Хорошая Сбалансированная Управляемость Вот Четкие Тормоза В принципе Вот так и вывод Панель Тоже Достаточно Хорошая За рулем Приятно Особых Недостатков У этого Автомобиля Нет Так что Если вы хотите Оригинальный Автомобиль С красивым Дизайном Не каким Массовым В принципе Я считаю Ай30 Хороший Будет Выбор Все Всем пока До встречи Субтитры